Вот недавно ездил в Артемовск, ну буквально на днях, во вторник, да, во вторник, ну так 11, часов 11, где-то пол 12 вечера понедельника, занял очередь, и 12 к часу дня только попал в Артемовск. Раньше как-то было попроще пересекать границу эти, а теперь вообще непонятно. Та сторона даже и не хочет детей пропускать. Раньше пропускали без проблем до года, то сейчас вообще игноируют, наставляют стволы на матерей с маленькими детьми. Перерывают полностью автомобили, досматривают сумки, забирают продукты, лекарства. Ну все, ну что захотели, то и забрали. Ну, вообще нет совести. Вот я стоял почти полтора часа на Артемовском блокпосту, ждал проверку своих документов, хотя довольно часто туда езжу. И с пропуском все в порядке, и с документами все в порядке, и времени это раньше занимало 15 минут максимум. Сейчас до полутора часов. Так и у меня в машине играет радио, наше местное Горловское. И они еще и под него пританцовывают у себя, тоже включили радио и слушают наши новости. Пытался со мной один заговорить, говорит, что там вашего сепаратиста мы рассняли, поставили другого. Ну, я не склонен поддерживать разговоры с укропами, так, здрасте, здрасте, до свидания. Тут собрались, собрались, так сказать, с односельчанами, в связи с поездкой, купить лекарства, кое-какие, продукты деткам, ну, в общем, ну, себе там что-то тоже решил купить, поесть. Ну, просто, потому что за пенсией уже давно не ездил. Так, на блокпосту забрали у меня, просто забрали, говорят, это твой билет назад. Забрали палку колбасы, спирт забрали, таблетки забрали некоторые, две пачки памперсов. Вез ребенку две упаковки памперсов и те забрали. Я просто в шоке, вообще нет ничего святого. Может, конечно, они знают что-то, им, наверное, эти памперсы нужнее. Я не знаю. Поэтому, как бы, ездить не особо хочется. И вообще, вообще это чужая страна. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова